Настоя Настоя Козырь червей Эта земля пропитана кровью Летом 1942 года здесь, на берегах Волги, началось самое длительное и кровопролитное сражение второго года войны Козырь червей Червей У меня три коды У меня больше Зима 1941 года Контрнаступление Красной Армии в Москве Германский вермахт отброшен на запад от столицы Советского Союза на 150-300 километров Козырь 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 Перетряга! Куда тебе есть? Нон-степперетряга! Не дожидаясь взятия Сталинграда и поворота на Кавказ, Витлер приказал перевести несколько дивизий на Западный фронт. Генерал-кер-маршал Монштейн со своей 11-й армией отправлялся из Крыма под Ленинград. Ему было приказано взять город на Неве. К концу июля стратегическая оборона Красной Армии на юге была прорвана. Советские войска отступили за дом. Положение было критическим. 23 июля немцы без боя вошли в Ростов. Катастрофа Красной Армии лета 1942-го стала причиной появления знаменитого и неоднозначного приказа Наркома обороны. Впервые за год войны советские солдаты и офицеры услышали правду о положении дел на фронтах. На разгар сражения в излучине Дона 27 июля 1942-го года появился приказ номер 227, позднее получивший имя «Ни шагу назад». Этот приказ говорил о тяжелой обстановке, сложившейся в стране, о том, что нельзя дальше отступать. Главной и вынужденной, очень сложной мерой было создание с оградотряда и способствует подразделение. Отступающие с фронта части могли останавливаться силой оружия. Каждый имел свое мнение относительно этого приказа. Но он так или иначе выполнялся. Немцы первыми имели себя почувствуют в действии приказа номер 327. А тут два льда у меня. Солнители Красной Армии стали сражаться с Альми и Ярсом. Отбой. 6-9. Дама. Нужна карта. Две. Виктор считал победу на юге делом решенным. 23 июля он подписал роковую для вербухта директиву номер 45. Группы армий А и Б должны были разделиться. Первая наступать на Кавказ. Вторая на Сталинград. Город на Ромбе должна была взять 6-я армия по улице. Сталинград было решено защищать любой ценой. Кроме того, город на силу имя Сталина. Это придавало ему огромное политическое значение. Сдать город, названный именем вождя советского государства, было немыслимым. Нема. Но, стремившись в сторону Волги части Паульса, обрушились контрудары советских танковых корпусов. Идве недели 6-я немецкая армия должна была не наступать, а обороняться. Уформление Красной армии заставило немцев изменить стратегию. Паулюс был усилен. Помимо армии Паулюса, на Сталинград теперь должна была наступать 4-я танковая армия Германа Гота. До усилия ее задачей являлся Кавказ. Однако от Кавказа она была развернута на Сталинград. Советские войска под Сталинградом получили нового сильного и опытного противника. В начале августа 1942 года, несмотря на яростные атаки танковых корпусов, Паулюсу все же удалось окружить в излучине Дона 62-й армии. Тем самым Сталинград на какое-то время оказался беззащитным. Фронт был с трудом восстановлен, но следующий ход Паулюса привел к тому, что прорвавшись с плацдарма на Дону вперед, его танковый корпус вышел к Волге. Сталинград был блокирован. Со страной его связывало только переправы через Голку, на кораблях речной флотилии и паромах. Мостов в городе еще не было. Железная дорога, самый проверенный и надежный транспорт, была перерезана танками по улицам. Внимай. Ситуация была критической. Казалось, вот-вот... Два лет. Город победил. Король. 2-0. В 20-х числах августа Сталинградский фронт был усилен несколькими танковыми корпусами, переброшенными из-под Воронежа. Именно они спасли город. Они оказались в нужное время в нужном месте. В 22-го августа люфт в Афе нанесли по Сталинграду сильнейший удар с воздуха. Город вспыхнул, как кранок спичек. Все деревянные дома сгорели. Пылала нефть из подожженных ванилищ. Сталинград будут бомбить еще три месяца. Каждый день. В нем не останется ни одной из этой постройки. В начале сентября 62-я армия генерала Чуйкова была полностью отрезана от других советских частей на правом берегу. 13 сентября немцы начали первый штурм города. К исходу дня они заняли вокзал... Козырь-Червень. Вышел в 800 метров от КП 62-й армии. Положение спасла. Прибывшая из-за вероятности... Козырь-Червень. Козырь-Червень. Василий Иванович Чуйков оказался отличным командующим армии, дерущийся на войнах коробок. Он понял, как и чем здесь надо воевать, и сумел объяснить это своим солдатам. Чуйков приказал переворужить дивизию для уличных боев. Вместо винтовых солдаты получали пистолеты-булеметы и ручные пулеметы. Это была фактически дивизия для уличных боев. И она была перевезена в Сталинград и сумела восстановить положение. Переправы устояли. На какое-то время позиции сторон стабилизировались. Ключевой точкой битвы за Сталинград стал Мамайев Курган. Для русских немцев его захват был не вопросом трестижа, а выживания. В жестоком бою 13-я гвардейская генерала Родимцева отбила Курган. На две недели советская оборона приобрела дополнительную устойчивость и возможность перегруппировать резервы днем. На военных краях это место носит табуратическую обметку 103,2. Это самая высокая точка Сталинграда. Это Мамайев Курган. Отсюда весь город, как на ладони. 27 сентября Мамайев Курган был захватен немцами. Тут находились так называемые черты рукопола. Мефтехранилища, в которых сидели немецкие корректировщики. Они наводили огонь кушек в той волке и в той переправе. Куличные бои в городе не затихали ни днем, ни ночью. Мне не надо. 80 суток. Только железнодорожный вокзал переходил из рук в руки 13 раз. Расстояние между противом измерялось броском гранаты. Восемь. Продвижение вперед. Длиной фасады дома или этажом. Захваченная территория квадратными метрами. 22 сентября 62-я армия была разрушена на две части. Дивизия Родинцева просто растаяла. От 1-го батальона 42-го стрелкового полка живых осталось 6 человек. Немцы вышли к Волге, вот сюда, и стали угрожать контролей-преправе. Генерал Родинцев вспоминал, что в тот день боевые действия по напряженности, ожесточенности и потерям Преизошли все предыдущие бои, которые пришлось вести гвардейцев в городе. Это был поистине ад. Я побывал в одном сражении, но в такой схватке я могло участвовать впервые. В положении вновь спасли резервы. 284-я стрелковая дивизия, прибывшая ночью на правый берег, сходу вступила в бой. И сумела отбросить немцев артейстами. Расточение уличных боев в Сталининграде достигло предела. Дрались за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый этаж. Вот так выглядели приблизительно все дома Сталининграда. Это здание мельницы, мемориальное. Оно оставлено специально так, как выглядело в 1942 году. Танки в уличных боях были бесполезны. Они просто садились на брюхо, на кладке битвы кирпича. Главным действующим лицом этой караванной мясорубки был солдат-пехотниц. Замечательный русский писатель, фронтарик-сталинградец Виктор Некрасов напишет об этих днях. Битва за Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты. Моя! В середине октября 62-я армия Кликова занимала фронт доль Волги длиной 25 километров. Глубина обороны от 2,5 километров до реза воды до 200 метров. Узкая береговая линия полностью простреливалась немцами. Передвижение частей войск и подразделений было возможно только больше. Отбой. Мне не надо. Для решающей атаки Паулюс собрал с фронта несколько саперных батальонов. Именно они стали прокладывать путь солдатам его армии через руины. К началу ноября 6-я немецкая армия почти полностью контролировала город. Но все-таки не весит. Последовало еще три штурма. И развитие событий в них было примерно одинаково. Немцы выбирают очередную точку, наносят удар, добиваются неудачи. Идешь в восторг, то ли. Однако их противники, 62-я армия, получает на усиление свежую дивизию. Эта свежая дивизия переправляется через Волгу. Восстанавливает положение. И следующее сражение разворачивается уже на другом участке. К концу оборонительного периода Сталинградской битвы, 62-я армия удерживала район севернее тракторного завода, завод баррикады, северо-восточные кварталы центра города. 11 ноября немцы предприняли последнюю попытку взять Сталинград. У завода баррикады не удалось выйти в Холк. 62-я армия в очередной раз оказалась разрубленной на месте. Это был последний у всех армии по улице. На остальных участках фронта Красная армия своих позиций не сдала. Еще в Сутире, в разных уличных боев за город, Командование Красной армии решило разрубить Сталинградский узел. Я тебе не даю ни одному шансу. 15-я передряга 3-0. В следствии, в Сутире, в Сутире, был разработан план, который по своему размаху и амбициозности не имел аналогов в истории войны. С военных заводов Урала в район Сталинграда нескончаемым потоком шла новая техника, боеприпасы. На берега Волги скрытно перебрасывались свежие дивизии. Стоявшая в Сталинграде 6-я армия должна была пасть жертвой не лобового удара, а аккуратного прокола доспеха через его сочленения. Эти сочленения были позиции румынских войск под Калачом и в степях юго-западу от Сталинграда. Козырь-Червень, последняя игра Козырь-Червень, последняя наша же последняя. Два механизированных корпуса Сталинградского фронта были сосредоточены над головой качелой румынской армии. Они скрытно перебрались через Волгу к югу от Сталинграда. В север от города, тоже напротив фронта румынских войск, на небольших плацдармах на правом берегу Дона собрались танковые соединения юго-западного фронта. Задача операции – прорыв румынских позиций и мощные удары по встречным направлениям. Цель – вооружение 6-й немецкой армии в Сталинграде. Механизированные корпуса могли сами самостоятельно вести бой после 100, 200, а то и 300-километрового марша. Это были колоссальные массы людей тех. Их можно сравнить с современными аэротранспортабельными дивизиями. Это были тысячи грузовиков, это было две сотни танков. 19 ноября 1942 года артиллерийская канонада разорвала тишину Приволжской степи в северне Сталинград. Козер-червень только. Операция Красной Армии под кодовым названием «Уран» началась. Козер-червень, 7. Авиационной поддержки не было, мешал сильный туман. 7. Войска Юго-Западного фронта рассеклируют мунскую оборону. Два советских танковых корпуса устремились в прорыве. Их целью был город Калач, переправа через Дон. Ее захват перевязал коммуникации 6-го немецкой армии. Наступление Сталинградского фронта в юго-города. Ничего с на следующий день. Их мастер передрека. Когда к мосту через ирону Калача подошли танки, немецкие защитники этой переправы поначалу подумали, что это свои. Они не могли себе представить, что здесь, в паре сотен километров от фронта, были появиться русские танки. Но это были именно русские танки. Через несколько дней два советских фронта встретились в степи под Калачу. Сталинградский котел сомкнулся. В кольце оказалось почти 300 тысяч немцев урона. Наступление Сталинградского фронта. Гитлер не мог смириться с теми. Наступление Сталинградского фронта. Фельдмашал Эй фон Монштейн. 3-0. Я веду счет. И победа уже в моем кармане. Потому что время вышло. Должны были прорваться к городу любой ценой. Немцам оставалось до Котла всего лишь 30 километров. Но эти 30 километров они преодолеть не смогли. Снабжать окруженную в Сталинграде армию можно было только по воздуху. Люфтваффе обещали надежный воздушный мост. 500 тонн грузов ежедневно. Толик идет в атаку. Советские зенитки внесли коррективы в планы немцев. Бой. Кружевным доставалось в 5 раз меньше. Коплер в море. За сотен тысяч голодных солдат. Моя. В какой-то мере их выручили многочисленные лошади. В пехотных дивизиях вермахта было по 3 тысячи лошадей. И именно кони надолго стали основным процентом. На 8. На 8. На 9 Паулюса. В начале января 43-го года Паулюсу предъявили ультиматум. 6-й армии предложили прекратить сопротивление. Немцы отказались. Русские войска начали последнюю операцию на Сталинградском направлении. Кольцом. Множество артиллерийских орудий. Отбой. Ты идешь вот так. Она рассыпалась и вскоре немцами были потеряны последние аэротромы, через которые войска 6-й армии получали снабжение. 30 января 43-го года в центре Сталинграда появился немецкий календарь. Сбил. Второй. Командующий 6-й армией Фридрих фон Пауэль и его штаб сдались в плен. Король. Незадолго до финала Пауэль получил телеграмму от Гитлера по радио о том, что ему присваивается звание Фридмаршал. Я проиграл. Эта телеграмма была своего рода пистолетом с одним патроном. Германский Фридмаршал до этого ни разу не сдавались в плен. И Пауэль и его штабили. У меня 3-1. У меня 3-1. Впервые Красная Армия захватила такое количество трофеев. Столько немецких генералов и высших характеров. 15-я передряга закончилась. И это были бойцы лучшей армии Гитлера. Раньше они не знали поражений. Они покорили Европу. Их награждали железными крестами на Елисейских полях. В центре России, на берегах Волги, многие из них тоже получили свои кресты. Сталинград стал одним из поворотных пунктов Второй мировой и Великой Отечественной. Оттолкнувшись от руин этого города, советские солдаты пойдут теперь только на Запад. 15-я передряга. Закончилась. Она всех будоражила. Меня, Толика и зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова